здравствуйте уважаемые друзья я хочу сразу в начале фильма сделать такое для вас заявление вы очень часто просите чтоб я показал как изготовить ту или другую мушку вопросов очень 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 много но сразу вас поставлю в известность я такой же самоучка как и вы поэтому я вижу так изготавливают так как я вижу эту мушку поэтому я могу вам рассказать только лишь о том как я это делаю если вам это нравится пожалуйста используйте поэтому этот фильм я буду я посвящаю тем друзьям и моим подписчикам которые очень часто просят меня чтобы я еще как можно подробнее рассказал о тех или иных допустим процессах при изготовлении нашей нимфы давайте мы сегодня в изготовлении допустим имитации нимфы веснянки мы с вами рассмотрим очень очень много разных секретов и тонкостей которые будут использоваться вами потом в дальнейшем привязание всех мушек это как в спорте для того чтобы допустим в гимнастике выполнить хорошо упражнение необходимо выполнять каждый элемент в отдельности очень хорошо поэтому я специально взял очень трудную очень тяжелую в изготовлении нимфу но на этом мы с вами и немножечко как бы подучимся давайте по порядку крючок я взял достаточно большой номер 10 это из серии тимка 200р или же подберете под свое усмотрение такой формы крючок вот нимфу когда ее допустим смыла с камешка или допустим оторвало от от укрытия и и она в основном переворачивается и движется вот в таком положении вверх то есть практически видно брюшка лапки спинку и крутит на течение поэтому она имеет вот такую изогнутую форму не прямую я ее вижу так давайте мы начнем теперь по порядку все как мы и говорили вот я взял леску приблизительно где-то порядок один миллиметр можно взять 0708 вы подбирайте по величине своего крючка для того чтобы изготовить глазки беру обыкновенную зажигалку turbo не годится так как мы не можем контролировать пламя если кто знает просьба уже не смотреть берем подводим как вы видите начинает плавится только лишь краем затушили я переворачиваю вниз шарик у меня тогда получается ровный и нет вот тех скомканностей которые допустим если бы мы оставили вот так капля бы у нас опустилась бы вниз поэтому периодически не давая чтобы у меня сильно грелась или горела леска я беру две трети пламени своей зажигалки и формирую вот так глазки если вы хотите чтобы у вас сразу не надо было подкрашивать пожалуйста я обычно потом беру и самым самой верхней вот такой кромочкой пламени где у меня вся копоть от сгорания газа и у меня сразу получается вот как вы видите подкрашенные глазки все достаточно просто и понятно также допустим если мы как-то немножечко ошиблись вот с размерами наших глазок мы спокойно можем потом это все подровнять желательно как вы видите подержать чтобы хорошо хорошо она остыла леска вот и все у нас два вот таких глазика уже готовы давайте подберем дадим немножечко остыть подберем сейчас с вами нить и нам понадобятся определенные еще материалы установим крючок в удобное для нас положение и теперь нам необходимо подобрать свинец для огрузки у меня допустим вот это в дюймах размеры я взял и как обычно вот вам будет видно я его прокатал так чтобы здесь было тоньше тоньше еще тоньше для чего чтобы была конусность ну вот это обыкновенный вот такой за три минуты сделанный каток которым я прокатываю свинец если нет возьмите краем зажигалочки покатайте по столу он также у вас подровняется и мы должны с вами разбить нашу нимфу по тем участкам которые мы будем с вами изготавливать как первым делом закрепить свинец я уже вам неоднократно рассказывал и показывал можно здесь передержателем зажать и дальше крутить но я обычно оставляю вот такое небольшое количество взял его подхватил и как всегда беру клей клей желательно использовать момент если это вернее который секундного такого быстрого высыхания если его у вас нет ну я в основном использую вот такой гелевый значительно удобнее в работе есть возможность что-либо исправить закрепили наш свинец поддерживаем здесь в той точке где мы допустим определились уже с вами будем крепить хвостик и начинаем ровненько виток к витку стараемся не торопиться проводить намотку до почти самого колечка не доходим приблизительно пол сантиметра для того чтобы мы могли с вами сформить закрепить глазки и передние усики как вы видите уже пошел свинец тот который не раскатанный потолще и у нас в районе уже грудки достаточно широкая хорошая образуется площадочка так как и у живой нашей нимфы дошли теперь самое основное как обычно я уже вам рассказывал и показывал я прежде чем чтобы был ровненький край не доходя там два три миллиметра сколько мне нужно возьму утконосами и культурно вот так вот слегка расщеплю свой свинец ну понятное дело ножницам это не повредит отрезаю обыкновенными ножницами заделываем теперь аккуратненько на точками пинцетом чем вам будет удобно край нашего свинца с одной с другой стороны и самое теперь основное необходимо дать возможность видно вам конусность дать возможность подсохнуть клеем наш клей подхватился и теперь я беру опять же утконосики свои или плоскогубцы что у вас есть и район там где у меня моя грудка я его слегка сплющиваю так чтобы у меня как вы видите вот в профиль она ровно а так у меня уже имеет достаточную ширину для формирования грудки с лапками значит нимфу эту я буду изготавливать для конкретной рыбалки то есть для поимки карася карпа окуня в основном придонной рыбы которая питается у дна поэтому я его достаточно так а грузил если вам недостаточно можно спокойненько взять и я грузить допустим сверху проволока еще свинцовой ну конечно желательно чтобы она была несколько меньше по диаметру и теперь переходим к тем хитростям которые обычно всегда вроде бы как понятно но в то же время вы задаете вопрос крючок как вы видите стоит в удобном положении для того чтобы нитка не соскальзывала вниз если вам еще неудобно поднимите его еще вот так выше я беру нить нить порядка где-то 6 0 8 0 и не доходя до колечка буквально пару миллиметров нам это место еще понадобится я нанес капельку клея и как вы видите сделал вот такой шарик для того чтобы мы могли с вами закрепить наши глазки берем теперь глазки если вам неудобно можно крепить с пинцета если вы уверены в своих руках пожалуйста как я вот допустим взяли в руки и начинаем крепить значит нитка у меня ровница я беру ее подкручиваю чтобы она у меня была скрученная и перевел перевожу вот ближе к свинцу для чего мы когда с вами сейчас будем устанавливать глазки может нитка чтобы не соскочили глазки к колечку потому что потом в дальнейшем будет крайне неудобно их крепить но немножко вам будет понятно я делаем пару оборотов на косую и у меня получается ну вот так как вы видите подхватились глазки за шарик мы не зашли и теперь я беру восьмерочкой начинаю подравнивать место к посадке моих глазок следим за тем чтобы они у нас были симметричны и в то же время никуда не наклонялись пройдемся еще вот так пару раз и обычно я беру хотя бы немножечко вот так прохожу сверху для того чтобы они у меня пока сейчас в данный момент не крутились и я беру добавляя сейчас капельку клея на то место где мы с вами промотали учитывая то что клей хорошо проникает во все места где мы с вами промотали ниткой глазки наши не будут проворачиваться нимфа сама по себе достаточно будет крупная и тяжелая поэтому будет очень тяжело потом нам контролировать при вытаскивании из рыбы чтобы вот наш свинец не прокручивался вместе с телом и теперь нам остается изготовить усы значит есть несколько вариантов вот существуют вот такие крашеные биоты я буду использовать друзья мои учитывая то что я ее делать буду в флюоресцентных тонах беру вот такие крашеные биоты если по каким-либо причинам у вас но просто ничего нет возьмите перо фазана и у вас выйдут передние усики нет возьмите перо курицы перо петуха точно так же и с помощью лака сделайте усы я такую уже нимфочку изготавливал поэтому больших проблем и сложностей для вас не будет значит выбираю теперь для себя парочку биотов значит я беру отделяю и отрывая их сразу от ости пару не отрезаю но как вы видите они отрываются неодинаковая по длине поэтому для того чтобы их аккуратненько теперь нам закрепить нам необходимо с вами разделить эти два биота и взять выполнить вот такую небольшую операцию подровнять их на ости вот так того места где они растут и они у нас выходят два одинаковая по длине если для вас существуют какие-то допустим сложности для крепления можно взять допустим оторвите вот один биот выберите выгнутой той частью которая вот она имеет такой вот формы желобком выгнутой частью мы для себя берем допустим выбираем длину наших усов с расчетом того что мы будем крепить у колечка поэтому друзья мои нам желательно учесть вот этот загиб который у нас выходит вот так все будет вполне достаточно теперь я перевожу обратно нить как вы видите мы только только подхватили и беру опять вот так вот укладываю слегка на косую для того чтобы у меня были разведены мои усы следим за тем чтобы выгнутая часть у нас выходила на улицу опять подровняли их длину подхватили переводим перед глазками и стараемся не сильно подхватить вот так восьмерочкой сделали биот сам по себе может порваться поэтому мы очень очень аккуратно должны крепить этот материал поддерживаем рукой чтобы он у нас не уходил далеко как вы видите почему мы оставляли место у колечка вот у нас вышло вышли вот такие усы и у нас осталось место у колечка дальше я ничего не делаю потому что мы потом в дальнейшем будем крепить все материалы прохожу теперь ниткой прихватывать те биоты которые у нас были по телу я не промазываю пока клеем довожу до загиба переводим крючок в удобное для нас положение желательно вот поставить считайте вот в такое положение теперь я буду рассказывать как делаю я а вы как будет вам удобно слегка вот я подкрутил нить чтобы она не была ровницей наношу клей на место где мы будем задние крепить хвостик церке и промазав клеем проматываем нитью вот я считаю в этом месте у меня должны выходить хвостовые придатки моей нимфы поэтому для того чтобы было более симпатичнее мое тело и можно было потом в дальнейшем развести мои хвостовые придатки я как всегда беру совсем небольшую щепоточку из вот таких даббинговых наборов желтого или оранжевого цвета даббинг и совсем совсем небольшую щепотку формирую шарик я не промазываю нить подхватываю вот так на нитке даббинг подвожу к телу нимфы и делаю один оборот для того чтобы даббинг мой схватился как вы видите я прокручиваю не отпуская пальца вот в этой точке и формирую здесь шарик желтый любого оттенка который бы был вызывающим для нашей нимфы все вот у нас получился такой шарик вполне достаточно перехожу к другой хитрости которая в принципе то она и не хитрость а я вижу так крепление и изготовление нимфы на место обязательно используем клей наношу клей берем теперь обыкновенный полиэтилен который я вот использую оторвал в упаковке если у вас имеется в наборах сейчас я вам покажу я уже неоднократно показывал допустим фирма хэнс вот продает вот такие разные всевозможные силиконовые для тела пленки если у вас они имеются пожалуйста используйте допустим эту пленку для изготовления тела но так как мы с вами договаривались я буду изготавливать это все чисто в таких условиях ну считайте мы живем где-то на хуторе где нет практически тех материалов которые есть в городе отрезал кусочек полиэтилена как вы видите он у меня неоднороден по всей длине вырезан с вот таким вот расширением и на косую я подрезал место крепления что мы делаем и для чего как понятно у живого насекомого ну никак из допустим из меха который мы будем изготавливать тело не растут хвостовые придатки поэтому я обычно стараюсь закрепить сперва свою полиэтиленовую пленку держу ее под небольшим углом для того чтобы у меня не утянуло нить мой полиэтилен и буквально вот кусочек хвостик который мы подрезали я закрепил проверим чтобы находилась строго-строго-строго сверху значит ширину для себя вот этой пленки вы должны подобрать по тому телу которое вы будете изготавливать и теперь очень очень хорошо закрепим перепроверимся отлично и теперь уже окончательно все 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 мы с вами даже слегка как вы видите я захожу на свой шарик для того чтобы у меня был более плавный и ровный переход и теперь точно так же берем наши биоты которые у нас имеются выбираем теперь парочку они должны быть уже здесь значительно подлиннее поэтому посмотрите где у вас на вашем на вашем пере находится достаточной длины биоты подобрали пару повторю еще раз если нет возможности использовать такие материалы пожалуйста используйте вот то что у нас допустим имеется под руками можно и из пера изготовить вот я взял биот ну приблизительно я его делаю чтобы он у меня был по длине тела подкорректировать мы с вами всегда сможем и накосую для того чтобы у меня в одну и в другую сторону они смотрели и были разведены вот так я только подхватываю один беру теперь второй я изготавливал есть на канале те которые нимфы можно изготовить и с помощью пера хвостовые придатки поэтому это уже не столь принципиально и парочку оборотов буквально выполняем для того чтобы посмотреть как у нас выйдут наши хвостовые придатки по длине вот в таком положении как мы сейчас закрепили мы можем с вами и повернуть и развернуть и сделать так как нам необходимо теперь что я делаю для того чтобы мои биоты теперь не убежали никуда я промазываю вот в этом месте клеем и подхватываю все вот эти вот кончики которые у меня остались от биотов вот таким одним большим шагом подхватил один и сразу перехватываю второй и подтягиваю как вы видите у меня мои биоты остались на месте хвостики а остаток материала я уже закрепил и теперь уже окончательно возвращаемся к той точке где мы с вами будем уже формировать тело но помимо тела мы должны с вами закрепить те элементы которые должны присутствовать в моей нимфе мы должны просегментировать наше тело можно использовать проволоку можно использовать леску можно использовать все материалы которые вы сочтете необходимыми я беру обыкновенную леску но толщина где-то до 0,1 укладывая ее практически по всей длине до тела сбоку сверху как вам будет удобно и только лишь вот так ее подхватываю оставляю увожу в сторону она уже никуда у нас не вырвется и не потеряется и беру для украшения как я уже неоднократно показывал люрекс если у вас нет пожалуйста можно и не использовать это уже не столь важно также здесь одним оборотом я закрепил и теперь что самое важное нам необходимо теперь аккуратно движемся теперь в сторону грудки подхватываем наш материал скажу вам сразу вот этого крепежа будет вполне достаточно теперь мы оставляем все вот в таком положении переворачиваем наш крючок ставим в удобное для нас положение теперь мы с вами уже не сможем добраться до нашего материала возьмем я обычно использую для окраски спинки вот такой перманентный маркер и свою пленку которую мы с вами закрепили теперь окрасим коричневый цвет должна приблизительно выйти ну вот такая у нас окрасочка я еще поставил черные точки почему я подкрашиваю с внутренней стороны дольше будет вымываться моя краска потому что не всегда качественно весь полиэтилен красится можно сверху потом покрасить еще раз и вскрыть лаком это будет служить дольше теперь что мы делаем с вами должны определиться из какого даббинга то есть меха будем изготавливать наше тело обычно в природе она имеет вот такой оттенок оливкового цвета или же серая но спинка как всегда у нас должна быть темнее что я делаю я беру даббинговую иглу и расщепляю свою нить проглаживаем разглаживаем чтобы она у нас выровнялась и поделим ну приблизительно как у нас выйдет на две равные половинки вот вышло так можно даббинговой петлей как вам будет удобно это уже не столь принципиально и теперь берем как я обычно использую обыкновенный клей карандаш промазываю с одной стороны промазываю с другой стороны значит приблизительно вот моя нить которая расщеплена должна быть ну где-то с сантиметров 10-12 берем теперь вот такими маленькими порциями показываю вот такими небольшими порциями и вкладываем в нашу расщепленную нить держим ее под вот таким небольшим углом чтобы нам было удобно уложить и разровнять учитывая то что мы промазали клеем даббинг наш хорошо держится и никуда у нас не убегает значит по мере продвижения формирования нашей даббинговой веревочки мы должны с вами чуть-чуть больше каждый раз добавлять даббинга так как вначале у наших у нашего хвостика должно быть несколько меньше потом больше больше еще больше вот вышла приблизительно вот такая конструкция теперь я отпускаю соединяю наши две нити отпускаем все опускаем нашу катушку вниз и прокручиваем в какую сторону выберите для себя сами можно помочь руками достаточно уже хорошо и крепко мой даббинг вот как вы видите держится уже в веревочке не отпускаем так как нить наша уже подкрученная подводим вот такими я делаю шагами к нашему хвостику и начинаем теперь уже формировать тело значит тело должно быть коническое стараемся так чтобы наш даббинг ложился ровными частями добавляем еще немножечко до грудки мы должны сформировать вот такое лохматенькое тело вот мы с вами дошли до уровня грудки теперь мы делаем следующее я беру свой люрекс который мы закрепили и выберу для себя в произвольной форме тот шаг с которым я промотаю его по телу это уже не столь принципиально друзья выберите для себя сами 4 5 6 оборотов по нашему телу он выступает в роли будем говорить так украшения делаем один полный оборот и подхватываем наш люрекс материал удаляем в этом месте обязательно нанесем буквально капельку клея так как последующие элементы у нас будут достаточно скользкие и желательно нам их хорошо закрепить если вы хотите чтобы у вас еще крепче была ваша нимфа можно промазать перед тем было как я наматывал даббинг клеем и потом все это промотать вот мы с вами специально изготавливали с вырезом нашу пленочку чтобы она была на косую теперь смотрите что мы делаем берем удерживаем наши биоты подтягиваем нашу пленку и как вы видите у меня не нарушая моей конструкции покажу вам вот так получается задняя часть нимфы вот так она и в природе у живой веснянки находится у нас само тело церки растут не из меха как я уже говорил а они располагаются у нас из вот такого хитинового слоя теперь в районе грудки я беру подтягиваю свою нить и уже вот таким одним движением подхватываю пленку она уже достаточно хорошо держится уже честно скажу вам никуда не денется все берем теперь нашу леску ставим удобное для нас положение и начинаем теперь сегментировать тело нашей нимфы в начале там где у нас находятся наши хвостовые придатки мы должны очень-очень аккуратно продавить чтобы не утащились наши хвостики следим за тем чтобы пленка находилась ровно один раз и теперь аккуратненько вот так по всему телу выберем определенный шаг для себя начинаем продавливать нашу пленку создавая этим сегменты которые есть у живого нашего насекомого дошли до места крепления подымаю я пленку и вот перед пленкой так как леска имеет особенность убежать выполню пару-тройку оборотов и в замочек закреплю леску леску удаляем место с вами промажем клеем фильм очень долгий немножко нудный но в то же время вот на этих мелочах очень-очень много получается моментов которые ну вот не получается зачастую нимфа теперь следующее я беру для того чтобы было у меня нормальное хорошее тело вот вы видите если мы перевернем сейчас и сделаем вырез для первых зачатков крыльев то у меня пленка не будет достаточно хорошо допустим отходить в сторону поэтому мы берем с вами там где мы закрепили сверху опять даббинг этого же цвета но теперь друзья берем совсем-совсем-совсем немножечко промажем нашим клеем буквально создадим площадку для того чтобы наши крылышки были приподняты сформируем даббинговую нить и промотаем на месте крепления пленки вот таким симпатичным шариком теперь как вы видите если мы обратно переворачиваем у нас наша пленка будет уже лежать как на определенном трамплине теперь так как мы не сможем с вами уже подкрасить ее с этой стороны мы берем подкрашиваем нашу пленочку края обязательно необходимо подкрасить черным это свидетельствует о том что наша нимфа готова уже будет всплывать для того чтобы превратиться уже во взрослое насекомое переворачиваем с этой стороны также прокрасим и теперь мы уже можем окончательно здесь подхватить наше крылышко первое как вы видите вот его уже готовая у нас форма я неоднократно вам показывал для того чтобы было более симпатично и не надо делать вот всех вот этих вырезов я беру пленку складываю ее вот так пополам как вы видите и под углом который я выбираю для себя для того чтобы обозначить мои крылышки делаю обрезаю вот как вы видите у нас получился вот этот же вырез который мы делаем переворачивая потом все остальное теперь переходим к следующему этапу значит если мы делаем а я буду ее изготавливать несколько в упрощенном варианте я опять беру свою пленку также сделаем небольшой вот такой косой вырез чтобы не нарушать пропорцию и закрепим ее опять здесь следим за тем чтобы она у нас находилась строго сверху вот так я думаю будет вполне достаточно теперь берем выберем для себя допустим тот дабинг из которого в дальнейшем мы будем изготавливать нашу грудку обычно у нимфы он достаточно такой темный ну я очень люблю вот дабинг мне попался вот фирмы Хэнс такой черный кролик хороший который достаточно хорошо себя ведет в воде с хорошими остевыми волосками берем теперь опять расщепим нашу нить или же изготовьте дабинговую петлю как вам будет удобно берем небольшие порции здесь нам понадобится буквально ну сантиметров семь восемь больше не надо укладываем наш мех зажимаем нашу нитку и прокручиваем как обычно достаточно крепкая хорошая получается конструкция вот как видно вам волоски я не выдергиваю они мне нужны для того чтобы хорошо смотрелась моя грудка и я при наматывании беру слегка вот так увожу их в сторонку вот в этом месте мне вполне будет достаточно опять я беру переламываю пленку и мы уже с вами не сможем прокрасить ее так как она должна быть опять я беру и прокрашиваю коричневым цветом так как это у нас вторые зачатки крыльев для нашей нимфы будут прокрасили теперь выберем для себя приблизительно то количество которое нам необходимо для перегиба крыла я считаю вот мне будет достаточно вот такого кусочка и мне можно уже переворачивать делать второе но как вы видите нить у нас белая а нам необходимо дальше работать по коричневому и по черному поэтому я беру обыкновенный маркер и опять же чтобы не менять нить я ее подкрашиваю поэтому как вы поняли белая нить более предпочтительнее чем иметь только лишь одну черную или оливковую перелом перелом теперь зачатки подхватываем следим чтобы находилась строго сверху и теперь опять же в этой точке где мы с вами переломили я прохожу моей нитью и у нас получился очередной трамплинчик тот который нам нужен также берем подкрасим с внутренней стороны обозначим контур черным края наших крылышек обязательно надо обвести черным величину крылышек и длину подберите для себя сами это уже не является столь важным в данный момент выберите пропорцию по своей нимфе теперь я беру также наклоняю под углом приподнимаю слегка вверх и отрезаю у нас с вами вышли вот вторые зачатки крыльев проследим за тем чтобы они были ровными если что-то нас не устраивает мы еще вправе исправить и подправить вот так будет в идеале поставим крючок в удобное для нас положение так как будем теперь изготавливать несколько другое пленочка наша по-прежнему еще нужна берем опять делаем вырез на косую на нашей пленке для того чтобы ее закрепить вот так и я закреплю ее вот в той точке где мы с вами друзья закрепили крылья следим за тем чтобы она находилась у нас строго сверху это уже та часть пленки которая будет у нас служить для грудки теперь нанесем капельку клея и я поменяю нить то есть мне здесь уже нужна нить несколько тоньше и нужна уже другого оттенка сделаем сделаем завершающий узел и удаляем не забываем нанести капельку клея на место крепления крылышек вышло несколько много материала но сейчас вы увидите все у нас станет на свои места чтобы подсыхал пока наш лак и клей я возьму прокрашу черным цветом так как это уже будет наша грудка и оставим пусть пленочка наша пока подсыхает теперь нам необходимо с вами я не буду изготавливать лапки так как в этом варианте у меня в качестве допустим лапок жаберок и всего остального будут использоваться вот такое перо это остатки перьев которые мы с вами пуховые при вязании наших нимф в основном выбрасываем поэтому мы должны с вами подобрать по величине вот такое перышко значит это может быть куриное вязание может быть перо использоваться и от допустим петуха индюка любое которое вы сочтете необходимым для вашего вязания я слегка увлажнил укладываю сверху значит что здесь важно мы потом это перо с вами друзья будем переламывать поэтому я его закреплю сверху немножко наоборот вот в этой точке мы его с вами должны потом вот так перевернуть что у нас получается мы с вами изготовили уже дополнительный объем за счет того что скученность была наших материалов нам практически уже больше ничего не нужно кроме того что мы сформируем грудку и остается так как мы уже потом не сможем вернуться к нашим глазкам будет неудобно пусть они у нас подкрашиваются готово теперь опять же я беру свой черный даббинг но учитывая то что здесь у меня нить очень тонкая я друзья мои делаю даббинговую петлю значит как ее изготавливать вы уже прекрасно знаете перекидываете перекручиваете и подводите к той точке где она должна находиться вот такая вот даббинговая у нас петелька чтобы мех мой не убегал я обычно беру промазываю клеем и мелкими мелкими порциями стараемся много не накладывать добавляем в нашу петлю если у вас по каким причинам нет допустим вот чтобы были такой длинные остевые волоски выполните обыкновенным пером обмотку а потом просто его возьмите и обрежьте мы с вами закрепили материал теперь я беру обыкновенный зажим перодержатель ну вот все что у нас будет под руками что можно зажать и начинаем прокручивать опустили вниз и прокрутили у нас опять вышла с вами вот такая даббинговая нить уводим наши волоски в сторону жала и выполняем обмотку теперь уже по всему по всей грудке ту которую мы с вами обозначили вот как в моем варианте если у вас не хватило до глазок можно немножко взять и добавить обыкновенным способом не расщепляя промазали и добавили небольшую порцию вот так будет у нас достаточно как вы видите у нас достаточно пышная объемная вышла грудка мы делаем теперь следующее переламываем наше перо отводим то количество перышек которое мы считаем нам необходимо для обозначения лапок и жаберной части следим за тем чтобы они у нас находились там где наши глазки если по каким-либо причинам вот неудобно работать с пером я его взял и увлажнил как вы видите перо у нас достаточно нормально поделилась такую нимфу я уже изготавливал она проверенная в коричневом варианте хорошо работает по карасю в этом варианте она вызывающая работает хорошо там где у нас и листый грунт поэтому я и изготавливаю ее вот в таком варианте удаляем теперь наши материалы самое основное необходимо теперь нам аккуратненько вот так даже слегка увлажнив наши перышки опустить их вниз и назад промажем теперь сверху место крепления нашей нитки очень хорошо и очень аккуратно стараемся теперь не нарушать всю нашу конструкцию перевернуть пленку как вы видите ширина у нас очень большая меня она допустим не устраивает я теперь возьму и ее подрежу по ширине своей грудки и подкрашу если будет заметно я вот так вам переверну я ее сделал по той форме чтобы мне удобно было ее захватить и закрепить она у нас окрашена в черный цвет и друзья мои в районе глазок мы берем с вами вот так начинаем в натяжечку подхватывать нашу пленку следим за тем чтобы она у нас ни влево ни вправо не уходила очень-очень аккуратно но и в то же время чтобы не было у нас в натяжку чтобы не было горболей вот должна выйти приблизительно вот такая конструкция теперь здесь ну немножко будем говорить так не аккуратно мне будет я буду закрывать но интуитивно понятно мы должны с вами теперь вот эту оставшуюся пленочку завести вот так за глаза опять же вот так их на в натяжечку закрепить и уже сделать завершающий узел вот и все друзья мои как вы видите вот такая наша нимфа которая хорошо работает и по окуню и по белой рыбе как карп лещ и карась готова к работе но остается только лишь взять наш любимый вот инструмент и снизу немножко подлохматить как вы видите снизу выглядит достаточно симпатично хорошо разведены наши придатки крылышки вы потом уже для себя захотите подрежете я не подрезаю вот они достаточно хорошо играют в воде пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч до свидетель так до новых встреч Продолжение следует...